Да, непростое начало игры. Сразу получали удаление, но, наверное, это был ключевой момент, когда выстояли, плюс реализовали свои моменты, но и хочется отметить командные действия. Ребята играли действительно не для себя, играли на команду, играли на победу. Как я всегда сказал, мы знали, что мы были играть в нашей дивизии, в нашей конференции, и мы не могли бы уничтожить больше успеха в этом году. Так что, у нас было много встать, когда мы вышли, мы были немного сталь. Так что, у нас было много мотивации для нас. Они знали, мы знали. Мы вышли, и я думаю, что первые победы, мы не капитализировали. Мы не смогли сделать, чтобы взять, мы не смогли. Мы не смогли. И, я думаю, мы не смогли, что это было 1-0 после первые первые годы, как вы знаете. Мы не смогли, как и не смогли, как и не смогли. Я думаю, что в синопсисе, что наши специальные команды уничтожили нас сегодня. И вы не сможете победить в хоккейском игре, когда вы не выиграли. И это был бомб. Поздравляю с командой. Они играли хорошие игры. Как я всегда говорил, в матче против команды, которые из нашей конференции и нашим дивизионам важны для нас вдвойне. Мы не очень играли в выездных играх. Показали не очень хорошую игру. Поэтому у нас была предостаточно мотивация на сегодняшний матч. Матч стартовал, мы неплохо. Потом мы реализовали первое удаление. Я считаю, что в этот момент мы упустили шанс взять игру в свои руки. Первый период завершился 0-1 не в нашу пользу. Во втором периоде мы действовали блеква. В третьем также действовали точно так же. В завершении хочу сказать, что сегодня нам не дали возможности победить наша игра в спецбригаде, то есть в большинстве и в меньшинстве. Соперник показал хорошую игру. Поздравляю тренера, поздравляю команду соперника. Поздравляю команду с победой. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Это будут те ошибки тайны. Крутал. – Алексей Белопонарь. – Алексей Атонович, учитывая, что вы приехали сюда на 1-100 команды, как у нас 6-й, насколько нежно для вас вот такой результат? – Еще раз, я просто не раз слышу. – Вы приехали как 1-100 команды на подмеконференции, где взять публицию, провели на 6-й. Насколько результаты нежно для вас? Насколько легко было все это? Да нет, тут легкой прогулкой не назовешь. И счет – это, наверное, не отражение игры. Ехали мы сюда за очками, нам нужно исправлять действительно турнирную ситуацию, очковую ситуацию. Ваши вопросы? Вадим Владимир. Проход, юбиноком. Александр Анатольевич, до сегодняшнего дня результат вашей команде приносил в охлановую первую звену, а сегодня на счету первого звена практически не было очков. Но зато разыгрались нападающие из других сочетаний. Вас это радует? Да, действительно. И на самом деле я говорил там о проблеме, что забивают одно звено и нет поддержки других звеньев. Но в предыдущем матче были моменты. Были моменты у всех. Не забивали, но когда-то должно было прорвать. Следующее вопрос. Маленький вопрос. Крейбов, вы со свистом болельщиков в этом матче согласны? Да. Да. У нас спортеры спутят. У нас, в конце концов, до конца, до конца, до конца, до конца. У нас есть прерограды. Ну, это их прерограды, чтобы вы любите. Уже нас не с sociales. Они должны знать, что мы не очень сочетаны с тем, и каждый раз, мы хотим, что в это время коммерческих игроков, мы хотим, что мы хорошим потративным. Мы, кстати, мы понимаем их поддержку, мы будем смотреть и мы, и если они не такие счастливы, мы можем, что нам нужно знать. И кто-то минуты, мы дали им очень большинство Есть какие-то причины, чтобы это сделать? Я хочу сделать четверг, чтобы пятница была лучше средней. Что нужно делать на четверг, чтобы сделать четверг лучше, чем на четверг? Ну, скажем так, что мы должны сделать какие-то изменения. Мы должны плавать. Мы должны быть плавать. Мы должны будет плавать, потому что мы будем плавать, и плавать убирать, и плавать как ониよねграют каких-то equилетов, чтобы обалдеться, чтобы плавать, и постоянно делать. И единственный способ из-за тяжелого упражнения это работать. И мы будем рассмотреть это сегодня. Мы будем анализировать нашу игру сегодня. Мы будем решить все это. И это касается экскурсии. В конце концов, это все, что это все такое. У нас есть планы. У нас был планы на сегодняшний день. И мы должны сделать это. Мы должны выполнять. И мы должны выполнять. И мы должны выполнять 20 партнеров вместе. Если мы хотим победить. Я сказал, что это не легко победить в этой лиге. И мы должны все на уровне. В первую очередь, мы предприняли некоторые изменения перед следующим матчем. Во-вторых, нам надо стать более голубными до игры. И в третьем, хочу сказать, что мы на следующий матч позовем тех ребят, которые будут голодны до игры. И которые будут отчаянно сражаться в каждом моменте. Хочу сказать, что главное значение для нас сейчас имеет работа. Мы сегодня обсудим игру. И завтра мы уже приступим к работе. К исправлению ошибок. К работе над следующим матчем. Я хочу сказать, что главное то, что нам удалось сегодня, это реализовывать свои возможности. У нас был игровой план. Мы знали, как играть. Мы знали, как справиться с этим соперником. Но, к сожалению, мы не смогли реализовать то, что у нас было. У нас была команда из 20 человек, которые не смогли этого сделать. Вадим? Фраза про голодные до игры хоккеистов. Это значит, что сегодня были хоккеисты, которые были не голодными? Да. Он сказал, что я голодные игроки в спортивном игре. Так что это означает, что сегодня мы не голодные игроки и айс. Не голодные, да? Не достаточно голодные, да? Это будут еще пытания. Колени, поддержку, тренируем. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.